Папка, мамка, это плохая тетя! Это вы, папка! Вот это клевый момент! Офигенный ролик мы сняли! Мне этот момент больше всего запомнился. Ребята, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете наш контент. Вот чисто по звуку, вы узнали, что за ролик мы смотрим? Напишите в комментарии, и я уверен, исправится от легкотня. Ну, не знаю. Ребят, знаете, что я вам принес? Ну, что там опять? Кобяков, давай лучше посмотрим наш новый видос. Да какой там видос? Я по промокоду 3 билета на экскурсию выцепил. На фабрику игрушек. Чего? Написано, что на этой фабрике делают самые крутые игрушки в мире. Что, прям самые крутые? Сейчас покажу. Не, ну, в принципе, звучит интересно. Мы же всегда хотели снять такой ролик, ну там, проникнуть на фабрику и игрушку. Согласен. А когда экскурсия? Надеюсь, скоро. Пацаны, так экскурсия уже через час, поэтому давайте быстро собираем вещи и погнали. Блин, а что захватить-то? Я за курткой. А вы идите, а я тут, ребят, вам кое-какую информацию расскажу. Короче, я записался в математический кружок и посчитал, что те самые 46% зрителей, смотрящих ролики без подписки, это где-то 9 миллионов человек. Вы представляете? То есть, чтобы добить 40 миллионов в конце года, нам нужно, чтобы подписался всего лишь каждый второй. Это же супер выполнимо. И я вот не знаю про остальных, но вот именно ты почему-то производишь впечатление будущего подписчика. От тебя даже верят каким-то очень классным вайбом. И мне кажется, что ты точно не пожалеешь, когда нажмешь на эту красную кнопку. Давай проверим. Вот ты сейчас спустишься вниз, нажмешь на красную кнопку подписаться и через месяц или два можешь написать в комментариях, был я прав или нет. Ну и я уверен, что твоя жизнь станет лучше. И прямо сейчас нажимай на кнопочку. Так, ну все, это вся информация. Пацаны! И всем привет, с вами Кобяков, Глент, Серега и вы на канале А4. Прямо сейчас мы находимся на фабрике игрушек и уже ждем, когда нас встретит экскурсовод. Мне кажется, вот полная скукота с этим экскурсоводом, лучше бы сами походили. Да ладно, что ты, Серега, сейчас придет, все расскажет, покажет, может даже и весело будет. У нас же все-таки личный экскурсовод. Ага, только мы его уже 15 минут ждем. Слушайте, на самом деле, так прохладно на улице. Интересно, у подписчиков уже зима началась. Напишите в комментах, сколько у вас градусов тепла в вашем городе. У нас сейчас где-то, ну, минус 3 точно. И место такое вообще странное. О, идет. О, экскурсовод. Алло, здравствуйте. Здрасьте, вот наши билеты. Ага, у нас 3 штуки, мы с личным экскурсоводом. Ха, это вы. Добро пожаловать в нашу страну игрушек. Вот билеты. Добро пожаловать в нашу страну игрушек. Да, добро пожаловать. Так билеты возьмете? Может, билеты по электронной регистрации проверяют? Ну что, эти на память оставим. А это, как вас зовут хоть? Наша фабрика уникальна. Прошу вас пройти за мной. Ага, это все понятно. А зовут-то вас как? Меня вот Глент, например. Ага, наша фабрика уникальна. Прошу вас пройти за мной. Окей, введите. Блин, странный он какой-то. Тихо, обидится еще. Уважаемый экскурсовод, а у вас можно сувениры купить? Начинаем экскурсию. Я вообще не понимаю, он слышит меня или нет? А сколько продлится экскурсия? Добро пожаловать. Сейчас мы пройдем в главный зал. Да не отвлекайтесь, сейчас будет реально круто. Он просто в образе. Мы же идем туда, где делаются игрушки. Крепота какая-то. Ладно, пойдем. Ребята, вам не кажется, что здесь что-то не так? Ага, пыльновато для работающей фабрики. Да ладно вам, мало ли уборщица заболела. Всякое бывает. Начинается наша экскурсия по нашей фабрике. Фабрике. Окей. В правой части нашего зала вы можете увидеть большой конвейер. Он был разработан для финальной стадии производства мягких изделий. Так, а где конвейер? Ну, мало ли человек перепутал. В левой части зала вы можете ознакомиться с эксклюзивной коллекцией игрушек, которая хранится на нашей фабрике много-много лет. Он точно залы не перепутал? Тут нет никакой витрины. Ну, перестановка недавно была. Ладно тебе. О, вот, милая игрушка. Экспонаты руками не трогать, не трогать. Вы же на место. Ладно, блин, даже трогать ничего нельзя. Как так? Хотели бы вот все потрогать, Кобяков? Может, эти экспонаты очень ценные? Фух, все равно мне это все не нравится. В центре зала вы можете наблюдать большую, большую. Э, а что случилось? Может, устал? Переработал? Да нет. Большую что? Мы слушаем, продолжайте. Ну, продолжайте. Может, это часть экскурсии такая? Или воспитательные меры, чтобы мы не болтали. Извините, вы живы? Молодой человек. Так, а это еще что? Что там? Ничего себе! Вы посмотрите, у него тут ключ. Так он не человек, я же говорил. Да он просто кукла. Вот это технология. Да, блин, технологии с технологиями. Давайте его попробуем снова завести. Нет, 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 нет. Я оплатил вообще-то за интересную экскурсию, а не вот за это вот. Поэтому, пацаны, пойдемте просто погуляем по заводу и, может, что-нибудь интересное сами найдем. Игрушки, может, какие прикольные. Вот эта идея мне уже нравится. Погнали. Вау, пацаны, посмотрите, здесь какие-то трубы. И причем даже какие-то из них шипят. Они что, рабочие? Слышишь? Ага. Смотрите, написано азот. Интересно, зачем в игрушках азот? Может, это для гоночных машин, чтобы, ну, нитроускорение было? Никогда таких гоночных машин не видел. Современные технологии, видимо. А это что за челик? Алло, голова. Тихо сказать же не трогать. Что? Так он вырубился, все. Алло. Какой он пыльный. Пацаны, посмотрите, какие здесь здоровые резервуары. Написано, что это печь. Да. До 400 градусов может разогреваться. 400 градусов. Что там, интересно, делают? Мне кажется, тут какой-нибудь пластик плавят. Война ли дальше, ребята? Кстати, вы заметили, тут ни одного сотрудника. Скорее всего, здесь какой-то роботизированный завод. Здесь все роботы делают. Блин, на самом деле, выглядит, как будто это заброшенный завод. Тут как будто лет 20 никого не было. Смотри, чистая игрушка. Пинда. А нет, тоже грязная. Блин, мне страшно, как будто она может ожить. Хотя оживших игрушек не бывает. О, ну вот же, швабры есть, они убирают. Ну, я вам точно говорю, уборщица просто заболела. Ага, заболела. Мне кажется, она все. Что все? Ну все. Потолок чистит? Ну, типа того. А что тут с полом произошло? Я не знаю, но ходить нужно очень аккуратно. А что, зырьте, как много здесь всяких игрушек. Это же этот... Ждун. Посиди, подожди еще. Тебя когда-нибудь заберут. Слушай, может здесь есть какие-то амогусы, например? Мягкие такие игрушки. Мне кажется, эта фабрика настолько старая, она таких новых игрушек не производит. Зато здесь вон, Angry Bird есть. Давай запустим его. А это что за синий башмак? А это, походу, самый крутой экземпляр этого завода. На входе прям стоит. Крутой бич-бармак. Почему он такой устойчивый? Может там штырь какой-то стоит внутри? Не знаю, но он очень интересный. Ну, конечно, ты крипой. Да нормальный он. Обычная мягкая игрушка. Пойдемте лучше в соседний зал пройдем. Погнали. Я бы такого себе купил. Молоток. Ну что тут интересного? О, ничего себе телик странный и старый. Это, походу, это. Тоже часть выставки. Историческая. Опа. А это что? Кассета. Видео номер 001. Давайте включим и посмотрим. Ты хоть знаешь, как этим пользоваться? Конечно знаю, это шво, видик. В детстве все такие кассеты смотрели. Кобяков, дед. Выключен, надо включить. Ну что, включаем. К вашему вниманию представляется самая необыкновенная кукла. Ее зовут Папки. Это первая действительно умная игрушка в мире. Она умеет говорить и даже отвечать на вопросы ваших детей. Просто посмотрите на нее. Она прямо как настоящий ребенок. Ваши дети будут в восторге. Цена доступная каждому. Также вы можете посмотреть, как мы производим самые лучшие игрушки. Приходите на экскурсию к нам на фабрику. Ждем вас. Время поиграть. Так, ребята, я не знаю, что это, но предлагаю валить отсюда. Да ладно, что ты? Прикольная фабрика и кукла обычная. Погуляем здесь, посмотрим все. Это, наверное, на этой фабрике придумана первая игрушка, которая разговаривает. Видели, какое старое видео? Да, такой, конечно, старой рекламы я давно не видел. Интересно, что здесь еще такое старинное есть? Блин, пацаны, имейте в виду, я предлагал вам свалить. Да нормально, пойдем. Пацаны, вы реально думаете, что здесь кто-то работает на этой заброшке? Ну а что, творческий беспорядок. Кстати, вы заметили, что тут некоторые игрушки так аккуратно сделаны, вот, например, панда. Как будто бы он прямо сейчас тут оживет. Эээ, я панда. Да, вот это качество. Сразу видно, на материале не экономят. Как вы не понимаете, тут все очень подозрительно. Ну не работают фабрики в таких условиях. Я как будто настоящего кота глажу, алло. Такого быть не может. Ну, даже если и подозрительно. Неужели тебе не интересно разобраться, что здесь происходит? Тут даже ходить некуда. Единственное, куда я сейчас хочу прийти, это домой. Ладно, Глент, давай одним глазком посмотрим быстренько, а потом все вместе пойдем домой. Это же фабрика игрушек. Здесь не может быть ничего страшного. Я тем более читал очень довольные отзывы на сайте. И как мы уйдем, не увидев самого интересного? Ладно, только давайте по-быстрому. А, пацаны? Каждый думает, что персонал исчез 10 лет назад. Мы до сих пор здесь. Найдите цветок. Блин, пацаны, я же говорил, тут что-то стремное происходит. Все, я домой. Да, согласен, Глент, я тоже с тобой домой. Да нет, чего вы испугались? Давайте разберемся, найдем этот цветок. Ты что, совсем дурачок? Ты видишь, что там написано? Алло? Я домой, мне плевать. Серега, ты это, прости, но у меня там еще столько дел сегодня. Я там уборку планировал, спортзал и вообще утюг забыл выключить, наверное. Так ты же сам нас и привел сюда. Все понятно с вами. Ну, как хотите. Домой так домой. Привели. До свидания. О, я придумал, как деньги за билеты отобью. Заберу с собой игрушку. Тем более она такая милая. Закрыта. Ну, мы же не закрывали. Мы понимаем, что не закрывали. Э, алло? Я же говорил, нужно было раньше. Поздравляю, нас заперли. Да, это все ты, Серега. Со своим давай еще немного посмотрим. Ладно, пацаны, давайте без паники. Здесь по-любому должен быть еще один выход. Это же завод. Ну, вон, единственная дверь, которая здесь есть. Может она нам и поможет, пацаны? Ну, класс. Это тоже закрыто. Ну, где-то же эти сотрудники. Храни их ключи. Давай просто посмотрим повнимательнее. Вот, на полу. Раз, два, два. Ну что, надеемся, что хоть один подойдет. Мне кажется, вот этот от замка. Этот точно не подходит. Давай этот, этот, этот. Вот этот должен. Давай, малыш, давай, 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 давай. Я хочу домой. Нет, нет! Не вошел. Подождите, вы слышали? Что за звон? Мы же здесь одни. Кажется, это оттуда. Кажется, нашел. Посмотрите. В смысле? Как он там оказался? Его там точно не было. Может сквозняк какой-то подул. Так, Серега, все, хорош разглагольствовать. Давай ключ быстрее. Вот бы подошел, вот бы подошел. Давай, Кобяков. Есть! Супер! Давай, открывай, открывай, открывай! Все, свобода, свобода! А это что такое? Ну, это еще одна комната, которая вообще не похожа на выход. Так, все, давайте время не тянуть. Вон дверь, наверняка за ней выход. Ребят, а это что такое? Ну, просто странная игрушка. А вас не смущает, что на этом заводе никого нет, ничего не работает, а эта игрушка едет, такое ощущение, что ее только что включили? Ладно, Глент, не нагнетай. Ее просто, наверное, забыли выключить. Нет, чуваки, это как в каких-то самых страшных ужастиках сейчас было. Просто игрушка работает. Так, давайте быстрее к двери. Что, закрыто? А это что за кнопки? Зеленый. Сиолетов. Синий. Оранжевый. И как нам подобрать правильный пароль? Пацаны! Пацаны! Зеленый. Пацаны! Зеленый. Да что такое, Кобяков? Ну, и что? Большая игрушка ушла только что, сама. Ага, очень смешно. Да посмотри ты сам. Да хватит со своими пранками, сейчас не до этого. Нам надо дверь открыть. Да вы просто идите и посмотрите. Ладно, Серега, пойдем посмотрим, может не отстанет. О, реально пропал. Это что такое? Я же говорил! Ты что? Все, бегите, я его задержу. Он здесь уже. Давайте там разбирайтесь с дверью. Блин. Так, Кобяков, срочно неси что-нибудь четырех цветов. Ага. Давай, 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 давай. Может быть цвета радуги? Каждый охотник желает где сидит пазан. Нет, не сработало! Глент, 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 кажись понял. Паровозик, он цветок, кнопок. Так их же три! Давай пробуй хоть что-то. Синий, зеленый, розовый. Так, синий, зеленый. Тут только фиолетовый есть. Нажимай на фиолетовый. Фиолетовый. Сработало! Пацаны, бежим! На счет три я отпускаю! Раз, два, три! Дальше-то куда, пацаны? Походу, тут тупик. Есть чем подпереть. Давай это. Ага, все. Тут опять игрушки. Телевизор? О, не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу смотреть никакие ролики. Походу, это такая игра, нужно в нее играть. Но ничего страшного. И я когда дверь закрывал, она снова захлопнулась на замок. Поэтому она точно не проникнет. Вряд ли игрушка сможет разгадать такой порой. Блин, ничего что-то находится на заводе игрушек. Она все про это знает. Пацаны, давайте быстренько что-то решать. Так, Кобяков, ищи свою кассету, или как это называется, и вставляй в магнитофон. Тут одна единственная дверь, и она закрыта. Тут вообще какие-то замки серьезные. Пацаны, видео номер два. О, ну что, врубай. Так. И снова здравствуйте. Я надеюсь, у вас все отлично. Ой, я вижу, вы немного испуганы. Это лишнее. Хаги-Ваги добрый и милый, он совсем не страшный. С ним просто нужно подружиться. Кстати, пока вы этого не сделаете, с фабрики не уйти, время поиграть. Вы это слышали? Он еще и издевается над нами. Да, я бы посмотрел на него в такой ситуации. А может и правда нам нужно с ним подружиться? Ты что, с ума сошел? Ты видел, это же настоящий монстр. Стоп, Кобяков, а помнишь, ты хвастался игрушкой, которую ты украл в том зале? Да, может ее нужно вернуть, а он успокоится? Может он разозлился из-за этого? Получается, нужно вернуть ее на то же место, и мы спасены? Вот именно. А если бы ты ее в самом начале не взял, ничего бы этого не произошло. Да ладно вам, я же хотел просто взять себе с фабрики сувенир. Кобяков, из-за твоих сувениров мы все оказались в этой лову. Тихо, вы слышали? Он набирает пароль. Он набирает пароль, пацаны! Как он это делает? Он же игрушка. Он игрушка с этой фабрики, я говорю, он тут все знает. Нужно срочно прятаться. Прячемся, пацаны! Блин, что он делает с игрушками? Надеюсь, он не возьмет мою коробку. Походу он рядом со мной. Совсем страшно. Хоть бы он меня не заметил. Что происходит? Он меня взял! Ай, как же больно! Надеюсь, я себе ничего не сломал. Ну хоть не заметил. Кажется, это его отвлекло. Кажется, он метнул коробку с кем-то из пацанов. Надеюсь, он цел. Походу, кто-то из пацанов чихнул, нужно спасаться. Ну как? А это что такое? Пищалка! Мне кажется, придумал. Это точно отвлечет его внимание. Раз, два, три. Походу ушел. Можно вылезать. Он меня швырнул! Кто из вас чихнул? Ну, я не выдержал. Извините, все же обошлось. А если бы не обошлось? Если бы я не нашел эту игрушку у тебя в коробке, что бы было бы? Ладно. Давайте быстрее вернем эту игрушку на место и себя спасем. Давай, Кобяков, иди и клади ее на место. Вспоминай, где ты ее брал. Вон там. Кстати, а где наш экскурсовод? Так, главное вернуть игрушку. Ты точно уверен? Не тут или не там? Нет, точно, точно здесь. Серега, ну ты видел. Да, здесь, здесь, все нормально. Экскурсовод, походу, тоже завелся и ушел. Здесь, походу, все игрушки могут оживать. И что, он специально заманил нас в эту ловушку? Это уже не важно. Главное, вымраться с этой фабрики. Так. Так. Пацаны. О, это он, это он. Вот, смотри, мы положили игрушку на место. Так, твоя игрушка вот здесь. Забирай и уходи. Э, ребят, он вообще не хочет останавливаться. Мы в тупике. Пацаны. Выход! Валим! Давай, давай, пошел! Так, баллоны, подбирай, подбирай баллонами. Давай, давай, давай. Тащи, тащи. Блин, блин. Что-то не сработало, нифига. Надо угодно бежать. Давай посмотрим этот коридор. Погнали, вперед. Вот, блин, мы опять в тупике. Пацаны, опять телевизор и опять видик. Так, давайте найдем кассету и запустим этот телек опять. Вот она. Так, кассета номер три. Поздравляю вас, дорогие гости нашей фабрики. Если вы смотрите эту запись, значит вы еще живы. Вы отлично держитесь, но смею огорчить вас. Это ненадолго. Что ж, время поиграть. Поиграть. Время поиграть. Время поиграть. Время поиграть, написано. Вы видели, он еще над нами издевается после этого. Да, ситуация не из приятных. Что дальше будем делать? Но ведь в комнате больше нет выходов. Нам либо идти к этому обратно, либо сидеть и ждать помощи. Ага, какая помощь? Нас тут никто не спасет, если только несколько дней здесь провести. Не, столько дней я точно не выдержу. Пацаны, смотрите, тут какой-то проход есть. Мне кажется, это единственный путь из этой комнаты. Я думаю, мы пролезем. А вот эта огромная игрушка точно нет. А куда он ведет? Ау! Да вообще, какая разница, куда он ведет? Главное, что мы спасемся. Так, давайте, кто первый полезет? Ну, ясно. Сам полезу. Давай. Все, теперь я. Давай. Тут темно! Блин, пацаны, мне страшно. Да давай! Пацаны, здесь никого нет. Давай, вылезай. Кобяков, давай, вылазь. Закрывай. Он же нас услышит, там он не пролезет. О, пацаны, лепестки. Куда они ведут? Это лепестки, как на маке, которые были в той записке. Помните, от руки написаны? Ого! Что это за руки? Закрыто. Может, надо ладони прислонить, и она откроется? Давай, оп, оп. Не, нифига. А что это может значить? Что, что? Нам нужна красная и синяя рука. Может, это сделали, чтобы игрушки не проникали? Ну, типа, человеческие руки. Не знаю. Так, пацаны, еще лепестки. Походу, нам туда. Блин, мы, походу, кругами ходим. А знаешь, Кобяков, мы тут из тебя оказались. А, правда? Чем ты вообще думал? Ну, знаете ли, вы бы не купили билеты по скидке? Кто же знал, что так будет? Вот, Кобяков, надо было хотя бы чуть-чуть своей головой подумать. Серега! И что нам теперь делать? Ну, получается, Серега пожертвовал собой ради нас. Теперь мы просто обязаны выбраться отсюда. Получается, нужно дальше идти по лепесткам. Кажется, нам сюда. Ну вот ты первый и иди. Блин, дверь какая-то странная. Ты видишь эти маки вокруг? И что это может значить? Не знаю. Ты нас сюда затащил, теперь давай иди сам и разбирайся. Не стой. Ну давай хотя бы вместе пойдем. Погнали. Похоже на какой-то кабинет. Может быть, это кабинет того чувака с видеокассет. Конечно, не хочу нагнетать, но дверь была открыта. Может, он где-то рядом? Сейчас вообще нет времени об этом думать. Надо быстрее спасаться. Давай посмотрим, что в компе. О, работает! Бросит пароль. Какие идеи? 1, 2, 3? Не подходит. Попробуй игрушки. Игрушки. Нет. Последняя попытка, чувак. Так, может, вот здесь где-нибудь будет. Кстати, ты заметил, что мужик в этих видосах постоянно говорит время поиграть. Подошло. Нифига себе. Так, посмотри, что там есть. А я пока осмотрю кабинет. Здесь папка, пароли. Пароль от сейфа. Походу от этого. А ну-ка попробуй 5481. 5, 4, 8, 1. Сработало. Ага. Да ну, покажи. Синие и красные перчатки. Это для двери. Давай сюда. Теперь мы сможем открыть ту дверь. Кобяков молодец. Наверняка за этой дверью что-то очень важно, если перчатки в сейфе лежали. Так, давай еще посмотрим, что в компе. Есть пароль от входной двери. Это что, получается, мы спасены? 4352. Легко запомнить. Еще тут есть какой-то аудиофайл. Давай, включай. Вдруг там подсказка. 27 июня 14.00. Я, директор этого завода, нахожусь в лаборатории и провожу 141 опыт по переселению разума человека в игрушку и обретению вечной молодости. Настал день, когда я наконец-то готов провести этот эксперимент на себе. Надеюсь, эксперимент пройдет успешно. Он провел эксперимент на себе. То есть он превратился в игрушку. Ты думаешь о том же, о чем и я? Нет, скорее всего нет. Но я думаю о том, что наш монстр это директор этого завода. И он хочет продолжать проводить эксперименты на нашем Сереге. Значит, Серега еще жив. Да, и нам срочно нужно найти его лабораторию, пока Серега не превратился в какого-нибудь плюшевого медведя. Быстрее. Я уверен, что эти двери ведут в лабораторию. Давай, я красную, ты синюю. Кобяков, переодень перчатку. Какая-то вибрация в руку идет. Кобяков, пожалуйста, быстрее. А, Кобяков, так зачем? Открылась. Нет, Серега, только не это. Он же прямо сейчас может стать авокадо. Что делать? Без паники. Есть идея. Привет. Что делать? Ну, у тебя же был план, давай, говори его быстрее. Так вот, план был, провод выдернусь. Стой, стой. Отстань, не трогай, не трогай нас. Давай, пожалуйста. Серега, спасибо, ты нас спас. Красава, Сергей. Вы это видели? Вот это чучело. Он нас чуть не сожрал. Спокойно, у меня был план. Какой план? Ты сам чуть игрушкой не стал. Да, ты бы видел себя, он почти вытащил твой разум. Но главное, что мы живы, нам нужно поскорее отсюда выбираться. А что мы будем делать с этим чудовищем? Предлагаю просто оставить его здесь и найти выход. Я согласен с Кобяковым. Ну нет, я его просто так не оставлю, я ему отомщу. Он чуть не сделал из меня авокадо. И что ты собираешься делать? Поймаю его в его же ловушку. Может, все-таки пойдем? Вдруг он сейчас очнется. Серега, ты уверен? Да, я уверен. Так, так, чуть не налазит. Помогите мне его усадить на стул. Странный. Сейчас. Все, готово. Врубай. Смотрите, получилось, а вы уходить хотели. Вум, приключения себе нашли. Ха-ха, так тебе и надо. Теперь попробуй за кем-нибудь погоняться, когда ты авокадо, понял? Это лучшая экскурсия, Кобяков. Ага, Кобяков, скинь ссылку на сайт и еще купим. Не, пацаны, я в следующий раз, пожалуй, билеты без скидки буду брать. А кстати, а что за скидка? Сколько билеты стоили? Так это, 99,9% скидка была. Почти ноль. Так вот, я 3 и взял. О, Кобяков, как обычно. А что с этим будем делать? Так и оставим авокадо. О, ну уж нет. Тихо, тихо. Дайте, дайте мне его сюда. Давай, иди сюда, иди сюда. Я думаю, ему достаточно. Так, у нас же есть пароль от двери, нам нужно найти выход и выбраться отсюда. Согласен, я уже устал от этой фабрики. Пора отсюда выходить. Ну а если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк, если еще не поставили. Подпишитесь на этот канал. С вами был Глент, Кобяков, Серега. Как его зовут-то? Хаги-ваги. Хаги-ваги? Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.